Всех приветствую! Так что давайте разбираться, что там внизу. Еще раз проверю, нет ли квестов на этой территории. Нет, все у нас уже ведут дальше. Это хорошо. В комментариях мне написали, что похвалили мой выбор из духов ветра. Ну, элементарий ветра не суть. Так что, да, я благодарю, что выбор оказался удачным. Мне он тоже очень нравится. Показывают они себя достаточно неплохо. Сразу ли сюда пойти или пятачок этот поизведывать? Ну, давайте тут прогуляемся. Тут не настолько уж большая локация. Поглядим, что тут есть. Дальше мостов ходить не будем. При том, что один из них, как видно, уже разрушен. Как туда попасть? Ну, хотя нет, глядите, вот тут не пройти. Тут вот где-то прям отдельная локация. То есть заходишь сюда, сюда. То есть, чтобы попасть вон туда. Охренеть. Вы посмотрите, это нужно вот так, вот так, вот так, вот так пройти. Прям очень много. Нихерово так замудрили. Прям очень странно. Ну, может, конечно, там как-то сюжетно этот мост сделают, но что-то крайне сомневаюсь у меня. Есть уже четкое ощущение, зная, как бы, стиль того, как тут выстроен геймдизайн. Есть ощущение, что все-таки, да, так и будет. Нам придется делать огромный крюк, чтобы туда как-то добраться. Кто вы такие? О, там закрыто. Может, идем хотя бы с моста в тенек. Стоять. Там внизу должны нас видеть. Кистень хочет, чтобы они боялись. Можно хотя бы бердыш прислонил. Эй, богатенький идет. Нет. Стоят бедолаги, вздыхают. Понятно все. Так, а 258 я на что-то копил ману. Я же что-то улучшить хотел, но я благополучно забыл что. Вот это все у меня уже давно третьего ранга. Это я супермолодец, конечно. Призыв химеры 315. Фух. Прям долго копить. А мне кажется, что 260 на что-то копил. Ну, в упор не могу вспомнить на что. Или наоборот, я копил и уже взял. Скорее всего, какой-нибудь огненный луч я там копил. Ну, буду на химеру тогда копить. Все-таки это прям очень мощная тварюга такая. Избавить меня от лишних проблем с закупом войск. Может, все-таки смогу выезжать на призыве. Правда, страшно что-то представить, сколько там я маны буду тратить на призывы этой химеры. Там не написано, сколько она стоит? А-а, не написано, пока не изучим. И тайное знание 240 надо у нас. У-у-у, так мы еще не скоро такими темпами-то наберем 240. То есть, даже если мы будем брать вот эту штуку по 25... Ну, допустим, ладно, 25 получим. Потом следующие 50. Окей, 75 того у нас прироста будет. Даже близко не подберемся. Ну, то есть, 190 там, ну, в общем, жесть. Опять же, конечно, если я не буду жопить 35 кусков и возьму там вот те крутые доспехи, которые там прибавляют к тайному знанию достаточно неплохо, то... Вдруг... Ай. Вообще, надо уже в лагерь к этому кисню зайти. Я тут что-то далеко ушел уже. Я бы уже давно спустился бы и перерезал им глотки. Сказали наблюдать. Серьезно выглядишь. Сказали сидеть, мы и сидим. Сидишь себе. Глядишь. Отдыхай, паря. В первый раз, что ли? Все, договорились. Пойдемте к Кистинеу, посмотрим, что он там делает. Сколько мы тут недоисследовали, но... Туда, вот сюда, еще сюда, сюда. Так что пока я эту часть локации оставлю. Ну, потому что явно мне там сейчас квестов могут нассувать, там, отправить туда меня бродить. Поэтому я лучше тут сразу закончу. Чтобы от лишней логистики себя избавить. Крепость разбойников. Кошмар королей. Эй, ты ко мне? Я думал, Бонни эту девицу зарежет. Она сколько времени освободиться пытается? Год? Два? Если службу Дигиен считать, то лет десять не меньше. А как не посчитать, коли не знаешь где хуже? В салоне или в притоне? Ты скажешь, так скажешь. Ни с кем мне так весело не было, как с тобой. Хе-хе, ты я еще не рассказывала, как Бонни искала, кто за нее к Дигиен сходит. Опа, попался. Че продаешь? О, боевые трофеи увеличивает на пятьдесят процентов награду за победу в сражениях. Вот это неплохо. Тысяча шестьсот всего стоит. Эээ... Давайте возьмем. Мы продадим хлам. Сколько у нас прирост? Всего три тысячи. Ну, нормально. Эээ... Ну, почти половина всего из этого мы видели. Это уже достаточно старая экипировка, которая нам не актуальна. Ну и в локацию эту надо было объективно раньше прийти. Судя по тому, что здесь происходит. То есть этот шлем у нас был уже, этот пояс у нас был, спагетти были. Ну вот... Кольцо на военное дело, на бандитов нафиг нам не нужно. Как кроличья лапка. Хе-хе! Че смотришь? Проходи мимо! Че смотришь? Все. Какие содержательные диалоги. О! Толкан нашли у них. И ты ничего под толканом. Тут ничего нету. Ты, говорят, из вольных стрелков самый меткий. А тебе чего надо? Да дело к тебе есть. Какое? Убрать кого-то? И этот тоже. Через месяц из Флостера поедет чиновник. С ним бумаги о налогах будут. Чиновника убить, бумаги сжечь. Кто заказчик? Кистень. Дальше тебе знать не надо. Сколько? Сколько платят? Как обычно. Кистень не обидит. Берешься за дело? Подумать надо. Если ты по поводу товара из магафактории, то ничем помочь не могу. Все. Закрылась лавочка. Скажи спасибо королевским колдунам. Если ты по поводу товара... Все. О, книга. Хроники Флегиуса. Воинах короля Максимуса. Подвиг рыцаря Болдуина. Часть пятая. Ворота Марцеллы едва ли не пали под натиском дворфов, когда прискакал Болдуин с подкреплением из тех отставных ветеранов королевской гвардии, что ранее презирали его вместе с его затеями, но затем полностью переменились. Болдуин построил свой отряд свиней и лично стал во главе. Дворфы трижды накатывали на него толпой, но Болдуин трижды давал им укорот. Он с такой силой разил их своим мечом, что вокруг него собралась дюжина рассеченных тел. Но и топоры дворфов достигали цели. Доспехи Болдуина были жестоко иссечены и больше не могли защищать его тело от ударов. Отважный рыцарь получил 22 раны, но ни одна из них не была смертельной. О, войны максимуса, часть первая. Мы уж, наверное, почти все собрали. Это предпоследняя, скорее всего, была. Давайте посмотрим. Нет, оказывается, их аж шесть. А здесь у нас сколько? Ох, семь. Надо больше, и три собрали. Так, ладно, спустимся отсюда. Тут есть еще внизу, вон, с челом поговорить можно. Эх ты, тролль, я в имя! Вот погоди, доберусь я до тебя! Все зубы повыдергиваю! А за что? Эх ты, тролль, я в имя! Вот погоди, доберусь я до тебя! Все зубы повыдергиваю! Хе-хе-хе-хе. Как нас тут радушно встречают все. Ага. Бандосы, волки, орлы. Это интересно. Тоже анархия. Налетчики. Конные. Но мы с ними уже встречались. Не очень приятные, конечно, ребята. Ну, явно не альтернатива вот этим. Защита маленькая. У моих больше. Надо, что-то не ощекит. Не, не, алло, у меня псы и вот эти прям на голову выше. Куда в следующий раз пойдем? Да пес его знает. Сейчас везде голяк. Седрик Зверега всех распугал. А кто он такой вообще? У Кистеня подручным был. Мелкая Сашка, даже кликухи нет. А вон как поднялся. Главарь банды. А к нему не хочешь пойти? Удачи на его стороне. Пограбим. Поживем красиво. Ты дурак, что ли? Не сегодня так завтрак истень его закажет. Чикнут его, братишки, ты набросай. Конец, Седрик. Ну, тогда лучше тут останемся. Вдруг подфартит. Ну, почти все тут осмотрели. В середине ничего нету. В кустах тоже ничего нету. Тут ничего не заныкали для нас. Ну, так что, да, можно наверх туда идти. Я бы еще, может, цвиток на бабло активировал, сказали. Вот и хозяин Притона. Ага. А, это ты? Зачем ты здесь? После истории с проклятым цыпленком, мне пришлось бежать из Марцеллы. Хотел в Парнаке переждать. Да там зараза какая-то. К беженцам сонулся. Но у них свои проблемы. Да и тошно с ними. Теперь вот с этими оборванцами кантуюсь. Сижу тут в шестерках у кулака. Шкуры всякой дренью натираю, будто я подмастерье какой. И все из-за тебя. Ой, но я сейчас расплачусь. Несите платочек. Ладно. Удачи тебе на новом месте. Не пропадай. Да пошли вы все. Привет, настоит старых знакомых. Вы узнаете о их судьбе на новом месте. О, а что, хоть сюда-то и них запихнули. Так, прочитаю КСИ, так пока не поздно. Как он там, а? Все. Боевые трофеи активировано. Где мое оружие? Что-то Винсен задерживается. Я не могу ждать. Пока вы тут торгуете награбленным, они уничтожают нашу землю. Сэдди, ну как ты не понимаешь? Я всецело на твоей стороне. Ты друг Кистеня. А он, друзья, не бросает. Если Винсен задерживается, мы поможем тебе по-другому. Мне нужны люди. Крепкие ребята, способные бегать по лесам. Легче легкого. И меткие стрелки вдобавок. А, с этим труднее будет. Обожди, я узнаю. Где мое оружие? Что-то Винсен задерживается. Эй, вы же не из местных бандитов, да? Из лука стрелять умеете? С кем, собственно? Я с Эдди. Меня прозвали Кровавой не просто так. Разбойница, значит. Чего тебе? Мы с ребятами пускаем кровь. Да, но нечестному люду, как об этом пишут на столбах. О всякой погоне. Видишь, тут неподалеку черное пятно, будто горелое. Уже не одна деревня такой стала. Это работа тех самых просвещенных. Мало кто из всяких центурионов, архимагов и королей знает правду. Эти упыри околдовывают и похищают людей. Места, где они проводят свои поганые ритуалы, умирают. Мы с ребятами охотимся на них и мстим им за всех убитых и похищенных. За нашу землю. Присоединяйтесь к нам. Ты знаешь, я сейчас немного занята. Может, в другой раз? Ничего себе. Ну, то есть, от заданий отказались такие. Кажется, или у меня там что-то на стое лежит, что подобрать можно. Хотя нет. Не пускают нас к нему. Видимо, эта сюжетная ветка для нас окончательно потеряна. Ввиду того, что мы там несколько раз, когда была возможность, не перешли на сторону кистене. Ну, ладно, плевать. Невелика потеря. Пойдем исследовать тогда эту территорию. О, кустец. Тайные знания плюс пять. Отлично. Пинковые сокровища забираем. С этим молодым человеком что-то случилось. Сейчас узнаем. Сначала все залутаем. Ага, тут развилка. Потом туда, потом туда. Риквель и деревня лесорубов. Белые водопады. Ну, рассказывай, что у тебя произошло. Только не надо меня утешать. Я справлюсь. Возьму себя в руки и... Кому я вру? Неудачник. Слизняк. Какие увлекательные варенья. И что тебя гложат? Проклятие. Собрался я жениться. Построить дом. Завести детишек. Да только мерзавец секач похитил мою Марлин. Говорит, должен я в его банде еще три года отслужить. А потом уже могу. Напоминает антийский эпос про похищенных невест и славных героев. А ты как? Герой или нет? Вот. Я как раз стою и думаю. Может, присяду вот тут прямо в луже, чтобы думалось лучше. В тех книгах, которые я читала, герои собирали армии, штурмовали города. Шел бы и ты, сразился за свою красавицу, что ли? Ты не знаешь, секача. Да он меня зарежет и свиньям скормит. Я сейчас посижу, подумаю еще чуть-чуть. Брандовая невеста. Что-нибудь еще? Нет. Твоя правда. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Сейчас я только... Только вот встану и... Сразу можно этот квест тогда выделить. Осекачен в лагере, да? Ну, окей, пойдемте к нему. Чтоб в пустую тут не ходить. Мало ли там дальше придется идти. Вы тут ради, Марлин? Правда? Когда я увидела ее связанную... Ох, я так остро осознала свой собственный плен. Ты не производишь впечатление узницы. Вы так же просты, как секач. Он тоже полагает, будто пленить то же самое, что связать. Что ж, два простака найдут общий язык. Идите. Но помните, не свободна здесь не только бедняжка, Марлин. Хочешь предложить мне какой-то коварный план? Если я обрету свободу, я смогу многое сделать. Для вас, для меня и для Марлин. Но мне не справиться одной. Я должна передать от Кистеня приглашение на свидание. Все готово у светилища разбойников. И напитки, и закуски, и удобное покрывало. Я даже предупредила всех, чтобы не совались. Но передать приглашение той единственной, кто внушает мне ужас, это выше моих сил. О, кажется, я догадываюсь, о ком ты. Мадам Дегиен. Она держит салон в Марцеле. Знаете? Хм. Ну, интересно, мы можем и с Секачем поговорить и туда сходить и сохранить на всякий случай. Правда. На развилке этого квеста. Видел, как Бонни на Марлин смотрела? Эй-эй, богатенький. Карманы проверю. Растет. А вот она. Ты, наверное, и есть Секач. Наш злодей, антигерой. О, сколько смелости. Чего тебе? Хочу закончить эту нелепую историю. Отпускай девицу. Либо у тебя начнутся крупные неприятности. Ну, с чего бы это им начинаться? Раньше такие, как ты, опасались задавать мне вопросы. Придется напомнить о себе. Вот это я понимаю, решительный подход. Не то, что у соплика Бранда. Ну, давай посмотрим, чего ты стоишь. Эй, ну, чё ты там мнёшься? Сюда иди, давай разберёмся. Страшно стало, что ли? Угу. Вот тут и возникла вариативность. Ну, вполне ожидаемо. Я думал, что так и будет. Когда-то Дегиен была довольно милой дочерью королевского Камергера. Никогда бы не подумала, что её можно бояться. Вы с ней знакомы? Салон для аристократов. Знали бы вы, сколько грязных тайн скрывается за его показанной роскошью. Я на мою беду видела слишком много. И Дегиен отправила меня служить кистеню. передала. Словно какую-то вещь. А теперь я слышала, сикач планирует отдать Марлин в услужение этой змее. Скажу по секрету, для высшего общества это в порядке вещей. Продать, предать, отравить. Кого этим удивишь в наше время? О, поверьте, возможно и не такое. Да Гиен, у неё такие связи, что ей всё сходит с рук. Я не могу рассказать вам. Это слишком опасно для меня и для тех, кто мне близок. и для тех, это она понятно я думал столовка обычная какая-то мне прийти тролль девочки на побегушках но чего не сделаешь ради короны кистень передал вам послание тише тише мой прекрасный почтальон не нужно всех вокруг оповещать о моем личном счастье дайте письмо какой затейник послушайте что пишет а после я брошу вас в густые травы и дальше очень личная да знаю я это личная спешите уже небось проверить искренность адресата разумеется и желаю чтобы вы меня сопроводили мне так будет спокойнее а вам я так понимаю по пути кстати обратите внимание моя новая служанка не обученная магичка умеет немного зато может перенести двух людей с места на место только на то и годится если по-честному давай же без тылыч переноси нас да госпожа как выкрутились ты зачем сопровождение с собой притащила решила что вдвоем нам сегодня будет скучно я всего лишь слабая дамы милый вдруг здесь меня ждал бы не ты а кто-то из моих многочисленных недругов как видишь я прежде чем оставить вас я хотела бы поинтересоваться судьбой бонни ах вот о ком вы печетесь девица умеет выбирать себе защитников можете передать ей что она свободна пока что что значит пока что дорогуша я вам честно и я вам честно и не чрезвычайно благодарна за сопровождение далее мне ваши услуги не требуются дама сказала что тебе пора чего ты ждешь ну ладно ступай я сам позабочусь о моей даме очень на это рассчитываю ну ладно и Субтитры сделал DimaTorzok Я думал... В связи с Кистенем. И не просто свидетель, а спаситель Нострии. О, теперь-то Кистень объяснит ей, что она должна поостеречься иметь дело со мной. Слишком много слов. Ты устроишь судьбу, Марлин? Да или нет? Девице я и в самом деле отчасти сочувствую. Надо же было так по-глупому попасться в лапы сикачем. Этого тупого мужлана я легко уговорю отпустить, бедняжка. О, можно прям сейчас посмотреть, как они будут разговаривать. Эй, богатенький идёт. Помнишь, я говорила, что Кистень заберёт у тебя Марлин? Эй, богатенький идёт. Так я напомню, Марлин отправляется служить в салон Дегиен. Сейчас же. С чего б такие перемены? Тебе-то откуда знать? Потому что я это организовала. Тупая башка. Видел, как Кистень уходил? Так это он уходил с Дегиен договариваться. И договорился. Вот, целого спасителя Ностри отрядил, чтобы Марлин сопроводить. Да, вижу. Так что, девица теперь в салоне Дегиен служить будет? Как Бонни раньше? Не вникала. Ну понятно, что это змеище не станет делиться подробностями. И на что Кистень она сдалась? Ну да, не моё это дело решение Кистень обсуждать. Забирай свою девицу. Вообще-то она вроде как была просватана. Да мне плевать, как вы её там поделите. Я-то хотел Бранда в отряде сохранить. Теперь-то он наверняка разбойничать бросит. К ведьме не ходи. Я думала, вот выйду на свободу, обрадуюсь. А теперь не чувствую ничего, кроме печали. Какая ты, оказывается, сложная натура. В чём дело? Сикач тебе приглянулся? Скажите ещё. Таких только публичные девки любят. Я ведь ждала, что за мной придёт мой жених. Придёт и спасёт меня. А вместо Бранда явились вы. Да, привычную историю пришлось переписать. И что же? Свадьбы в конце не будет? Да я его видеть теперь не могу. И кольцо его мне не нужно. Вот, заберите. Может, хоть вам пригодится. Выполнено, однако. Ничего. Я как-нибудь разберусь. Спасибо вам за всё. Ну, пойдёмте. Может, ему хотя бы скажем. Эй, нарываешься. А он исчез, однако. Ну и ладно. Пойдём посмотрим, что впереди. А впереди. Опа, поединок. Ничего сложного. Это что, у них тут мантикоры? Это что? А нет, этот грифон. Тоже хорошо. Нет, так не совсем правильно. Сюда. 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 Всё. Норма, сокопались. А то я чё-то как-то не понял, что они смогут тут до меня добраться. Так, они ходят первыми защитниками прокачивания меня, да? Нормас, они им налупили. Хо-хо-хо. Все сюда попёрлись наверх. Так! Хо-хо. Всё сюда. Всё. Всё. Всё, чём? Всё. Так, ну даже если я сейчас на него Рыпнусь, он уже ходить больше не будет Но я тогда потеряю их Я их лучше подлечу Ну давайте лупанем по грифону А здесь похилим Надо было похилим, посмотреть сколько они по нему нанесут Ну ладно Угу, сразу снесут его Ох, вот бы и волки не добрались Так, а у меня эти не ходили Ну да, я их сюда просто поставлю Вот, сейчас медведи сходят и мне дадут доходить с собаками И вот этими, да Хотя я могу вот вообще вот так за проходом перекрыть И все, стойте так Пока что И вот эти здесь смогут спокойно передвигаться дальше Сейчас данные щиты наложить Ну, с этими потерями я могу считаться Вообще не страшно Ох вы бля Повторный ход вам насыпали Они к этим, что ли, бежали Какой глупый ход Они же вас сейчас снесут Нефиг делать Так, они сами там справятся Поставлю вас повыше Чтобы у вас преимущество было В атаке Нет, не добавляется Жаль А вот тут выстрел сверху все-таки работает Может они потому что тоже на тот момент считались Как будто сверху находятся Сложно сказать Падай давай Медведь Один медведь готов Да и дайте их Отлично Почему мы прям без потерь сыграли По-моему, давно такого не было Если вообще хоть раз было Ну, вот эти потеряли одного Сейчас потеряют Прям без карты вообще Все Изи Так, и что там на 30 или на 50% больше Бабла должна мне насыпать Ну, что-то такое все, конечно Ну, да Потерь нету В моей основной армии Так, там Опа Стоит штука С маной Это нам надо Обязательно Ее мы возьмем Вот, там и стоит еще на Повышение Боя Штука Что тоже крайне хорошо Прям Два места халявных характеристик Ну, и очевидно, да Что тут настолько легкий отряд Намного, намного раньше Должны были появиться О, это же подъемник тот самый, нет? Да, это он точно Мой милый принц Сегодня утром мы приезжали Замок Айрок И мне показалось, что во дворе за воротами Я увидела вас Мое сердце едва ли не остановилось от восторга Я тут же И тут же от разочарования Это, конечно, были не вы Просто чьи-то золотые волосы Это Так же, как ваши блеснули на солнце Батюшка поехал по верхней дороге А я попросилась в деревню лесорубов Чтобы Предложить им свежей капусты Мне стыдно, что я обманула батюшку Ведь на самом деле Я прошла Другой дорогой Только ради того, чтобы Остановить Оставить для вас это письмо Ваша несчастная фолли Ясно Так, ну Здесь нам делать нечего Наверх нам не нужно Вообще Этот подъемник Такая крайне сомнительная история С точки зрения своей полезности Когда у нас есть телепорты Я уже благополучно о нем Вот забыл К этому моменту И Я думаю, чем дальше Тем Подавно о нем не вспомню Надо просто телепорты Юзать 352 Можем изучить Но у нас тайного знания Не хватает Ну давайте изучим Посмотрим, как оно будет отображаться Но есть четкое Ощущение, что Нам это не поможет Так, что я делаю? Вот А, логично Тут же замочек Ну тогда ладно Вопросов больше не имею О, дла не смерти Чтоб меня атаковать не могли Вот это прям Хорошая штука Ее бы я изучил Причем сразу бы там уровня До третьего, я думаю Апнул бы ее Но для этого мне нужно Да Прям не в ближайший даже уровень Я вложусь в это Потому что я вот эту штуку Сейчас докачаю До последнего уровня 150 к лидерству Эффект лечения Ну да, я бы наверное Все про золото и про опыт Докачал уже основательно Чтобы там Не испытывать никаких финансовых проблем Потому что пока мне хватает Моих текущих магических способностей Более чем Я бы просто мог Ну копить пока Заклинание призыва Героя призывает Существа второго ранга Вот это вообще супер Плюс 10 к силе магии Тут что Секреты высшей магии Поздает использовать Каждую книгу дважды Ну нормально, нормально Просто думаю Хочу ли я сейчас Потратить Очки маны на А, это на силу магии А не на силу войны Нормально Хочу ли я потратить На какие-нибудь там Бесполезные заклинания Которые скорее всего Даже использовать не буду Не, пока вон там Щита Призыва Големов достаточно То скоро я таких големов Откажусь На что-нибудь Более там Полезное Типа тех же Грифонов Там Грифонов Химер Намного полезнее Сила магии А на сколько Увеличивает Ну на 30% А, на 50% Все-таки на 50% Хороший Да хорошее Сейчас С тобой даже Не поговорить Видно Отберу твой тайник Мисочку Золотой каемочкой Угнал у тебя О, я что-то пропустил Наверное опять какой-нибудь Супер маленький кошелек Незаметный Вон вижу Блестит О нет, ничего себе Целая бочка мне Не попалась на глаза Ну что Тут мы все Исследовали Дальше нам Через мост Сюда В эту вот Деревушечку Не то чтобы у меня Времени еще много Осталось На поиграть Так скорее всего Там Зайдем Поговорим Пусты соберем Да на следующую серию Оставим Вон там Вижу Костелло Еще новое письмо А нет Цвиток Нет Дневник Милара Говорят Надо ввести Дневники Чтобы запоминать Что происходит Милар Будет писать Каждый Каждый День Вчера Забыл записать Что было Не помню Сегодня Играл С Пеппи Сегодня Ловил рыбу Пеппи Нравится Всего Не упомнишь Вчера Забыл записать Сегодня Нашел пустой бочонок Пахнет пивом Кто выпил Сегодня Приходил Рохус Из деревни Кажется Хотел Забрать Пеппи Опять приходил Рохус Из деревни Забрал Пеппи Оставил Залуто Но Залуто Я купил Много пива Вчера Забыл записать Что было Не помню Пеппи пропала Смотрел бы я На этого чела Древние лесорубов Мельницу для специи Туда не спуститься Вниз Сюда не спуститься А кто им дорогу-то указал Архивологим этим Милар что ли Ну а кто еще Они же отказались нам работу дать Да что там за работа Копай себе да копай Это тебе не дерево рубить Эй бра Копать тоже с умом надо Как выкопают нам тролли Из подбора Лучше бы нам яму Вогребную выкопали Да бездельники Они все И воры А воры-то отчего А кто думаешь Свинью урокуса утащил Не тролли же Ну это наверное все таки Другое Хотя нет Тут может какой-нибудь Проход в пещеру Там Надо там разобраться Будет Ничего никаких кошельков Тут ничего не пропустили Так Через кусты вот эти пролазим Вот тоже вот непонятный Пупковый забор Можно нельзя пройти через него Смотришь такой Ну сейчас пройду Нет ничего подобного Постойте На помощь Эй вы Куда вы едете О милар Этот самый К чему столько шума Меня ограбили Вот эти вот Живут там За рекой Как их Треклятые лесорубы Они украли мою Пеппи Мою отраду Моего единственного друга Пеппи? Похоже на кличку для пони Это моя свинья Пятнистая такая Редкой породы Чего только не узнаешь в дороге И кто же из лесорубов тебя обидел? Один из них Рохус Всю неделю терся Вокруг моего дома Высматривал значит? Вот он и украл Золотом заплачу Только верните мою Пеппи Единственный друг Милара Это куда нам идти? Надо прямо здесь поговорить с Рохусом Папать в замок Ага Ну мы же уже читали его дневник Что он там типа Пиво выпил и забыл Вообще Про нее Про свинью свою И ой тут квест Ваша милость Рассказывай что у тебя А это Марлин Простите меня Погорячилась я с вами И с Брандом Теперь вот все думаю Как бы сделать так Чтобы он ко мне вернулся Сдался тебе этот червяк Что в нем хорошего? Хочу мужней женой стать Чтобы отец и все люди Снова меня уважали А то кто же меня возьмет теперь А Бранд Он нерешительный очень Я все думала Чего сикач его такого держит А мой Бранд Чуть ли не маг оказывается Верится с трудом Да вот представьте Разбойники болтали Будто он будущее Предсказывать умеет Будто вселяется в него Дух чей-то Да и подсказывает всякое Как представлю Жуть берет Он и сам рассказывал Да думал обрешет Говорил будто с магами Знался В самой башне Может быть он В эксперименте Каком участвовал Не похож он Ни на послушника Ни на бывшего мага Может и так Но коли взять бы Ничейный дух Посильнее Посмелее Да Бранду бы отдать Уж какой бы мужчина Из него вышел Рассказывал он мне Будто есть у него Старый друг Маг Аликвис Маги в духовном Всяком таком Разбираются Счастье Марлина Еще что-нибудь И за что я Бранда люблю Сама не могу понять Даже батюшка говорит Что мне надо Забыть этого подлеца И жить дальше А я не могу Какие у тебя Однако книжные страсти Другого найти не пыталась Вот и батюшка То же самое предлагает Зарохус у меня Сосватать хочет Ничего вы видать В любви не понимаете Мне только и нужно Чтобы Бранд Сам ко мне пришел Вы все просто не знаете Какой он на самом деле Так вот Рохус этот Но с ним пока Говорить не буду Опа Ништячок я там увидел Который я пропустил О Другое дело Так Окей Тогда на этом я предлагаю Закончить Там с этим Рохусом Уже будем разбираться В следующей серии Всем спасибо За просмотр До скорой встречи И пока-пока